так ну вот что у нас здесь на срезке творится но естественно естественно что хризантемы до самого нового года будут хризантемы а потом уже привозные цветы будут а пока срезка местных цветоводов так после хризантемы вы знаете давно не было по ценам по ценам конкретно не могу сказать вам но вот фред вот фред обычно самый дорогой да вот магнум и фред дорогой вот фред нос просто шикарный сорт это вот старый старый еще сорт который еще бабушкины сорта были самый красивый вот он вот сколько мы пытались заниматься фредом да вот то что имбурные брали сорта фреда они не такие вот понимаете вот выровненные вот это вот прям настолько красавицы если вот посмотреть видите какой вот и диаметр и крупные по себе в общем молодые цветоводы которые начинают заниматься только этим да и сложно купить вот такой вот именно сорт старой бабушкины поэтому вот фред 90 рублей штука значит анастасия зеленая зеленые вообще самые ходовые 400 рублей там пять штук до 5 веток 5 веток так что начали самых красивых мы здесь веточные хризантемы хочу сказать вот первые хризантемы у нас начинаются где-то наверное в августе месяц и потом стараются первому сентябрю выгнать это по черную пленку выгоняют а вот так вот сейчас самоходом но в теплице вот хочу сказать вот эти сорта кто хочет себе приобрести и посадить многие у меня спрашивают и мало поделитесь сортами но во первых я уже не занимаюсь хризантемами а вот и во вторых ну нет у меня сортов и дома вот на огороде да они у вас не вырастут такие это вот специализированные сорта для срезки поэтому вот смотрите минус два градуса мороза может быть и 10 и 20 градусов мороза да и вот такой цветок на улице не сбережешь а хризантема это цветок короткого дня он начинает расцветать или набирать свои бутоны когда долгота дня 14 с половиной часов для хризантем поэтому это осенний цветок и скорее всего что на улице вы их не сможете вырастить это тепличная культура специально выращенная для срезки так продавцов нет вы знаете разбегаются как увидят камера разбегаются альстромерия но вот альстромерии сейчас прям сезон сезон прям вот красавцы я еще подойду еще у других буду альстромерию вам показывать спрошу цену продавцов сейчас нет потому что рынок на срезки открывают в 12 часов дня поэтому он сейчас продавцы отдыхают вот пока ждут покупателей просветите это аленка сорта как где не поняла кандинский правильно да что-то вот новый а скажите сколько штука 80 нормально цена хорошая для декабря месяца да попробуйте сейчас же топим и подсвечиваем или не подсвечиваем сейчас не светит до короткий свет но только топим 80 рублей это одноголовые примерно 8 из 90 рублей а веточные но 350 400 правильно да букет вот посмотрите какие красивые у нас правда еще снега не было но вот морозы есть дожди есть лед в лужах стоит а вот но снега не было уэл стома уэл стома это последние видно так я дать и устома в общем-то теплолюбивый цветок ей нужно 25 градусов тепла поэтому поэтому сейчас ее вырастить сложно скорее всего что цена на нее очень высокая почему потому что это большие деньги на отопление скажите а сколько у стома стоит вот этот бутонок они по 250 рублей пара 500 рублей ну что то вы так дешево дешево продаете ну и что они же цветут некоторым угодить говоришь 600 говорит что то нет я просто говорю что сейчас ей топите это же теплолюбивый цветок это же не хризантема я уже вырвал все а да все ну чтоб не топить не топить не топил да ну да так вот смотрите византема белая до кипель на белая шикарная да только только расцвела и вот и нетронутая морозом когда вот подморозит они становятся розовые лепестки такие серого цвета вот сразу выбираешь белый это говорит о том что топили теплицу в тепле ухоженная видите и вот сама серединка зелененькая это говорит о том что он только расцвел цветок ну на одной ветке там много цветов поэтому я люблю веточные хризантемы одноголовые знаете то ли выйдет то ли зацветет то ли не зацветет и уже убыток одноголовую выращивает в два стебля ну иногда цветоводы в три стебля вот веточную в четыре стебля выращивает там может дать и семь и восемь стеблей но там ничего не получится тоненькие такой вот то есть чтоб правильный цветок был нужно выращивать его тоже правильно поэтому ну такие это азы я вам говорю азы то есть раз я занималась я уже знаю вот альстромерию не выращивала ну так понаслышке понаслышке что то что скажут а так вот альстромерия хороший хороший букет прям знаете диаметр тоже наверно 40 может 35-40 вот до 50 сантиметров в диаметре есть букеты ну вот фред Я что-то, наверное, слишком-слишком уж увлеклась хризантемами, ну, потому что это мой любимый конёк. Смотрите, какие красавцы Фреды. Шикарные, шикарные. Пойду посмотрю, ещё, может быть, какие-то цветы есть. Так, забыла, как вот этот называется. Вот, смотрите, сиреневая расцветка, белая, вот такая вот кремовая. Но это не расцветённые, и хочу сказать, что это не первые цветы. Первые цветы, они в диаметре до 35 сантиметров. Ну, это тоже Анастасия, вот, игольчатая. Продавцы в машинах сидят, очень холодно, очень холодно, поэтому вот спросить даже не у кого. Так, ну, розы. Розы круглый год, конечно, но это тепличные, ничего не могу сказать. Шикарные, красивые, и цена от высоты ноги зависит. Даже просто я не буду вам говорить, потому что, знаете, не все любят, когда вот рекламируют их товар, показывают, потому что, ну, кто как его приобретает. Понимаете, мы все люди, мы все хотим заработать, поэтому вот такое. А это вот, я так поняла, гортензия. Ну, импортная гортензия, да, вот по одному упакованная. Гвоздика. Очень красивая гвоздика, да, но судя по цене, вот, если вот в цветочном магазине вы будете приобретать гвоздику, ну, цена на цветочек довольно-таки высокий, не низкий. И получается, что букет-то из него небольшой, поэтому я уже приобретала, сама ездила, брала тоже гвоздику. Ну, хочется большой букет, а на самом деле получается не очень пышный. Вот, поэтому, наверное, так незаслуженно, может быть, гвоздика вот забытая, мало ее продают, мало выводят. Вот, розы, розочки. Ну, люблю розы, да, но не люблю, что они колючие, а так они вот очень-очень. Во-первых, у нас всегда здесь свежие розы, очень свежие. Знаете, только вот срезка, это не импортные, это местные розы, шикарные. Да, выращивают тепличные. Смотрите, какие красивые. Очень-очень красивые розы. А вот тут даже с зеленым. Вот таких пастельных тонов розы очень много сейчас выводят, да, и столько оттенков, что вот запутаешься, да, где какой оттенок. Ну, вот снова альстромерия. Альстромерия, как начинает с сентября месяца и вот до самого лета, вот она идет. Чем выгодно ее заниматься? Это тепличная культура, конечно. Вот, но выгодно заниматься не так, чтобы вот отшвели и все, целый год стоишь. А ну, практически круглый год и продается. Скажите, а сколько стоит? 500 и 600. Ну, вот цена очень низкая. Я знаю, что летом, вот я снимала, да, было до 800, до 900 рублей была цена. Но, опять же, это говорит о том, о диаметре горшка. Ой, не горшка, а пакета. Смотрите, эустома какая шикарная. Эустома шикарная просто. Ну, здесь не в бутонах, как предыдущий продавец говорил, у меня же в бутонах, поэтому цена такая. А вот тут вот расцветенная. Посмотрите, капуста, да, я думала, это цветок или хризантема, или что-то. Это капуста цветная. И нога сама высокая вот у этого, у этой емкости. Здесь пониже. О, капусточка. Загляденье. Ну, здесь хризантем. Просто парад хризантем. Посмотрите, красота какая. Ну, надо идти дальше. Вот знаете, прошла уже, наверное, рядов шесть. Вот такие вот ряды огромные. Рядов шесть хризантемы и альстромерия. В общем-то, ассортимент небольшой для декабря. Конечно, нет. Я ищу тюльпаны. Если найду, покажу. Так, тюльпаны есть. Значит, вот смотрите, вот такие это махровые тюльпаны. Они 60 рублей. А в букете здесь, я так поняла, 20, да? 20 штук. 60 рублей штука. Да, вот. Они все махровые. У этого продавца. И вот такой вот с высокой, с высокой ногой. Смотрите, какие сиреневые, яркие, прям красивые. А вот здесь еще у другого продавца. Здесь по 30 рублей. Вот такие красные, не махровые. 30 рублей, 20 штук. И розовые вот такие вот. Очень такая нежная пастельная расцветка. Тоже 30 рублей штука. И вот там 30. Я не специалист под тюльпаном. Почему вот в одно, у одних, в одно какое-то время года кувшин, вот этот самый бокал цветка, огромный-огромный, крупный. А вот другое время года он очень меленький. Это все нюансы выгонки, я так думаю. Вот, и есть еще лилия. Лилия тоже на выгонку. Это не импортный товар, я еще раз говорю. Это вот выращено нашими цветоводами. Вот занимаются цветами в теплице. Поэтому, поэтому и показываю. Были бы импортные, я бы даже и не показывала бы. Представляете, вот такую лилию получить в подарок. Шикарные, шикарные, да. Я не знаю, сколько здесь веточек. Пять веточек. Но это по всей вероятности белая лилия. Ну, тут название, наверное, не знаю, что как. Ну, видите, ряд пустой. Почему? Потому что мало цветоводов, которые занимаются. Это вот ряд тюльпанов и лилий. Здесь выкупленные места. Цветоводы круглый год занимают это место. Приезжают попозже, уже ближе к 12. Вот ближе к 12 часам, я так думаю, еще подъедут здесь цветоводы. Ну, вот это лилия и тюльпаны. Ряд. Круглый год практически лилия. И летом здесь. Ну, как-то они не очень хотят, когда я им показываю. Может быть, не хотят рекламировать свой бизнес. Но я знаю, что они сами выращивают. Это точно. Видите, шикарные лилии. Скажите, а почем лилия у вас? Вот такая 700. 700. 600. Тут 700 и 600. Ну, по внешнему виду, смотрите, высокие, красивые, большие. 700. Чуть поменьше. 600. Там 5 штук, да? 5 штук. Вот такое вот 600. А это без запаха с запахом? Без запаха. Без запаха. С запахом. Ну, вот две емкости с запахом, а две без запаха. Ну, потому что немногие любят, как эти лилии пахнут, тем более дома, у кого аллергия, у кого нет. Так что на выбор. Я, например, обожаю, когда лилия пахнет. Обожаю. Ну, цветок есть цветок. Он должен пахнуть. Так, ирисы, ирисы. 35, 30, 25. Ага, 35, 30, 25. Ну, очень дешево, дешево. Вот уже выгнали ирисы. Здесь и топить надо, здесь и подсвечивать надо. Поэтому это все и дорого. Ну, дорого. Я не хочу сказать, что это дорого. Я, вот к 8 марта здесь, конечно, они были дешевле. Так, ну, вот лилию мы сказали. И еще тюльпанчики. Смотрите, красавцы. Ну, вот смотрите, у всех тюльпанчики не такие вот большие бокалы. Вот, видимо, это зависит от времени года. Вот, поэтому, если бы у одного были какие-то цветовода недочеты, у него были мелкие бокалы, у другого крупные, да, то тогда бы, ой, запустили покупателей. Все, друзья, даже не лезу, не мешаю продавцам работать, торговать. 12 часов дня. Огромное вам спасибо за внимание и до следующей встречи.